Нижегородская ярмарка У нас завершается второй день работы, уже, мы же сказали, что завершился. Каковы его итоги? Насколько он был плодотворным? У нас был намечен план до проведения бизнес-саммита, где была жестко прописана программа. И очень приятно, что вся эта программа второго дня сегодня выполнена. Мне кажется, все мероприятия прошли достаточно качественно, насыщенно. Только что закончился круглый стол по высокоскоростному движению. Очень хорошее, на мой взгляд, содержательное мероприятие. Очень высокого уровня спикера. И мне кажется, такая очень хорошая точка дня. И я думаю, что вот это мероприятие – это начало огромного, большого проекта, который будет строиться на наших глазах, на глазах нижегородцев. И мне, знаете, кажется, что вот то, что мы делаем бизнес-саммит, это вот действительно работа, которая нужна. И какое-то удовлетворение даже получаешь от того, что вот такие мероприятия мы организовали, а они достаточно успешно прошли. Кроме того, день был насыщен другими мероприятиями. Сегодня была масса встреч, круглых столов. Сегодня встречались с представителями арабских стран, обсуждали конкретные проекты, правила игры во взаимоотношениях с арабским бизнесом. Тоже наметили пути, договорились о дальнейших встречах, договорились о том, как информировать друг друга о готовности на те или иные переговоры. В общем, день насыщенный. И самое главное, весь план мы выполнили, подписали все соглашения, которые планировали, все круглые столы, мероприятия, основные мероприятия. Все прошло, мне кажется, успешно и достойно. По крайней мере, с кем из участников разговаривал, с гостями, в общем-то, все говорят, что все прошло очень достойно и неплохо. Немного о подписанных соглашениях. Собственно, сегодня подписывали пять соглашений в студии Купол, и еще вот только что по итогам подписали еще два. Вот что даст региону выполнение этих соглашений? Всего планируется на бизнес-саммите подписать 16 соглашений. Сумма этих слов более 60 миллиардов рублей. 60 миллиардов в экономику региона – это неплохо, мне кажется, и достойный результат. Одно из основных соглашений сегодня было подписано Валерей Павленовичем с компанией «Лукуэлл». Крупное инвестиционное соглашение, и я надеюсь, что мы совместно с компанией «Лукуэлл» и мы будем поддерживать их инвестиционную программу, все эти соглашения реализуем и получим очень хороший и новый комплекс на заводе в Кстово, что даст соответственно и прибавку, и выпуску промышленной продукции, и будет произведена реконструкция завода, что требуется для современных нефтеперерабатывающих заводов. Вот это основное сегодня соглашение, и таких соглашений всего, как я повторюсь, по 16. Что даст региону строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань? Ну это вопрос вот сегодня спикеры очень высокого уровня, в первую очередь господин Мишарин, рассказывали, какие экспертные заключения вообще есть на тему экономической выгоды регионам от строительства ВСМ. Ну это огромный колоссальный эффект, уже давно доказано, что строительство такого уровня объектов очень четко повышает уровень жизни населения, живущего около подобного плана объектов. Сегодня он показывал слайды, которые сделаны экспертами разных стран, и один из примеров, который он показал, это строительство высокоскоростной магистрали во Франции, и он показал наглядно совершенно, как это строительство повлекло экономический рост, во-первых, рост доходов населения, рост самого населения в ряде городов и так далее. Это дает, прежде всего, скорость передвижения людей, грузов и так далее. И это, кроме того, что вот просто сам проект дает большую экономику, все, что вокруг него возникает, тоже начинает стремительно развиваться. Пожалуй, только одну проблему сейчас эксперты видят, это финансирование. Но вот руководство российских железных дорог, в принципе, оптимистично смотрит и на эту проблему. И, в принципе, я думаю, что сегодня мы дали старт этому большому, очень серьезному проекту. А вот что касается соглашения об обменении в одну ассоциацию субъектов Российской Федерации, где будет проходить магистраль, вот что даст это соглашение, как будут решаться проблемы при строительстве? Это не новая практика, эта практика уже опробована в той же Франции. Просто муниципалитеты и те земли, где будет проходить высокоскоростная магистраль, будут совместно делиться опытом и совместно решать проблемы, с которыми сталкиваются те регионы, где вот этого строительства будет. На самом деле проблем очень много, и они все достаточно непростые. И вот эта ассоциация, она будет как бы помогать этому проекту реализовывать его быстрее и эффективнее. Соответственно, все заинтересованы в эффективности реализации. Поэтому эта ассоциация – это в помощь этому проекту. Кроме того, сегодня информационный центр открыли на нашем вокзале железнодорожном. Это тоже одно из ключевых моментов, потому что без поддержки населения, без поддержки людей такие проекты реализовывать нецелесообразно. Люди должны знать детали, люди должны знать суть проекта, люди должны высказывать свое мнение. Вот это информирование населения, оно обязательно, чтобы не было каких-то двухсмысленных представлений, кто-то не воспринял как опасность какую-то для себя. Поэтому это тоже большой сегодня правильный шаг. Причем это первый информационный центр, таких информационных центров будет создано несколько. По-моему, это тоже очень правильно и тоже очень своевременно для Нижегородской области. Вот после подписания соглашения здесь, в студии Купол, глава региона Валерий Шанцев дал поручение заняться созданием дорожной карты. Вот в какие сроки она будет реализована для работы по этим соглашениям? Дорожная карта какой вы имеете? Ну, дорожная карта по соглашениям о строительстве гольф-центра, о строительстве инвестиционного проекта «Благовещенская сторона». Ну, на самом деле, по каждому инвестиционному проекту, по соглашению мы, естественно, отрабатываем со всеми органами исполнительной власти, которые каким-то образом относятся к тому или иному проекту. Не все проекты, ну, не все курируют органы, да. Поэтому мы, естественно, расписываем ответственных. По каждому соглашению у нас есть дальнейшие документы, которые реализуются в соответствии с графиками, сроками и так далее. Поэтому это нормальная работа, и мы ее каждый день делаем. И по каждому проекту есть дорожные карты. И, собственно, это график выполнения тех или иных предметных поручений. Это ежедневная работа просто правительства. Ну, а что нас ждет завтра здесь на бизнес-сайте? Завтра ждет опять плодотворный такой рабочий день. Завтра мы совместно с компанией Сибур проводим пленарное заседание на тему переработки ПВХ, стимулирования переработчиков ПВХ. На мой взгляд, очень хорошая должна быть тоже интересная дискуссия. Не секрет, что в ближайшее время мы будем открывать производство, построенное в КСТО, производство ПВХ 330 тысяч тонн в год. Практически завод построен, заканчиваются опытные работы, опробирование сложных технологий, достаточно химических. В ближайшее время завод будет пущен. Надеюсь, что все будет благополучно. Дальше стоит задача локализации производства, переработки ПВХ в Нижегородской области. Мы крайне заинтересованы, чтобы не только производилось само ПВХ, но и изделия из него. На сегодняшний день такие производства существуют в Нижегородской области. Мы будем их развивать, существующие. Но хотелось бы, чтобы переработчики здесь локализовали новые производства, принесли новые инвестиции, чтобы переработка оставалась здесь. Придет руководство компанией Сибур, Сальвей. Я думаю, что будет такой хороший, серьезный диалог. Мне кажется, это опять украшение бизнес-саммита и насыщение очень хорошей, серьезной темой инвестиционного нашего проекта. Это реальные инвесторы, они реально реализовали крупный проект. И вот этот диалог с властью и диалог с малым и средним бизнесом – это очень важно. И нам это очень интересно. Ну что же, Юрий Геннадьевич, я благодарю вас, что вы пришли сегодня к нам в нашу студию «Купол» на Нижегородскую ярмарку. Спасибо за приглашение. Приглашайте еще. Да. А зрителям напоминаю, что вот и подошел к концу второй день работы Международного бизнес-саммита. Вместе с ним завершает свою работу и студия «Купол». В течение дня мы транслировали для вас все самое интересное, что происходило на Нижегородской ярмарке. Завтра мы встретимся снова на сайте «Время.Н». До встречи. Спасибо.